Здравствуйте, друзья! Как всегда, мы с вами готовы рассказать о каких-нибудь интересных путях иммиграции. Сегодня у нас очень интересная тема. Мы обещали вам с Лизой эту тему обсудить. И сегодня Лиза нам расскажет все, ну не все, конечно, расскажет нам о трудовой иммиграции и о таких визах, как EB2, EB3, H1B немножко тоже нам расскажет. То есть все, что связано с работой и иммиграцией, и как иммигрировать или легализироваться, поменять статус на через работу, Лиза нам это все расскажет. Лиза, давайте сделаем краткий такой обзор. Какие грин-карты, какие визы есть? То есть, ну, расскажите нам немного. Да, на самом деле сегодня действительно интересная тема, потому что она для, практически для любого может подойти, эта тема. Да, и это не из серии. Я не хочу сегодня углубляться в другие варианты трудоустройства, там, по выдающимся способностям, по переводу сотрудника из бизнеса. Это совершенно другие темы. Или там люди, которые в интересах США будут, да, в национальном интересе. Хочется поговорить вот просто для нас, обычных смертных, какой есть путь через трудоустройство. Вот. И конкретно этой категории трудовая иммиграция, она вся расписана в табличке по категориям. Через EB, да, по-английски EB, это как EB, да, 1, 2, 3, 4, 5. Вот мы будем говорить про EB2 и EB3, это employment-based, то есть категории, и чем они отличаются между собой. Они, в принципе, вот именно о том, что мы сегодня поговорим, они, в принципе, одинаковые, нужно через работодателя, можно эмигрировать в США, но отличается EB2, категория, которая, она идет выше в табличке, это для тех, у кого магистр образования или выше, да, докторская степень, магистр и так далее. Причем это приравненный диплом, и мы про процесс весь проговорим сейчас. И второй EB3, это ниже категория считается, это для тех, у кого бакалавр или ниже, да, то есть магистр или выше EB2, магистр, бакалавр или ниже, или вообще нет образования, но есть какие-то навыки определенные, необходимые для работодателя, это EB3, вот. То есть эти две категории мы сегодня будем обсуждать, как вообще работает этот процесс, да. Самое сложное, пожалуй, в гринкарте через трудоустройство, это нужно трудоустроиться, окей, то есть нужен работодатель. Но плюс того, что в этом всем процессе, что работодатель должен вам дать предложение на работу на будущее. Это не то, что вы вот в данном случае устроились на работу, и, соответственно, потом работодатель вам сможет подать документы на гринкарту. Это как бы потенциально тоже рабочий вариант, и это тоже мы обсудим. Но в общих чертах, если вы даже находитесь в своей стране, у вас образование какое-то, и вы нашли по специальности работодателя, что я понимаю, это сложное, но тем не менее, может быть, задаться целью, да, можно это сделать. Если вы нашли заинтересованного работодателя, то работодатель говорит, да, 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 я там подписываю все, я действительно заинтересован в этом человеке. И в перспективе, когда только вы получаете гринкарту и приезжаете, да, то есть в визу миграционную, выезжаете на территорию США, получаете гринкарту, только тогда вы можете работать. То есть нет такого, что вы должны сначала работать, работать, а потом только на гринкарту. Вы можете реально находиться где угодно и подаваться на гринкарту через трудоустройство, окей? Далее, как, что важно понимать? Тоже люди часто спрашивают, ну вот я, там, я не знаю, финансист, могу я работать, я классно табуретки делаю, могу я работать плотником, там, или, да, или что-то в этом роде. Очень важно, чтобы вы понимали, что должна быть обязательно связь между вашим образованием и работодателем. То есть, как это работает? Есть какой-то работодатель, окей? Ему нужен специалист, да, с высшим образованием, а может быть и нет, может быть, это ферма, где помидоры собирают, а у вас это самый отличный навык, который, да, вы там заработали, на ферме работали, там, может, таких людей не так много, вот именно у вас это есть. Или какой-то станок, на котором вы получили там сертификаты, работу, там, образование, может быть, не надо, но есть опыт определенный. И работодатель говорит, что вот, мне нужен такой специалист, и у вас именно это образование, да, или с другого конца, или начинаем. Если у вас образование, ну, допустим, банковское дело, да, бакалавр, к примеру, вы не можете работать в прачечной, да, там, не знаю, и так далее. Вы должны работать именно с чем-то связанным, работодатель должен быть, да, компания, именно что-то связанное с банковским делом. Может быть, это не обязательно банк, окей? Но если вы в какой-то компании финансовой работаете, даете советы и так далее, да, и у вас это применяется, или в компании большом, может, это же юридическая фирма, да, теоретически, где, возможно, там, много инвестиционных проектов каких-то, и нужен человек, который именно по банковскому делу. То есть это уже наша работа, наверное, да, как-то связать работодателя с вами, но вы тоже должны быть резонными в том, как вы находите работодателя. И, то есть образование должно именно проходить по специальности, да, то есть вы должны работать по специальности. И работодателю такой человек обычно может необходим быть, да, то есть, опять же, мы не можем сказать, что вот я юридическая фирма, а мне нужен строитель табуреток. Вот прямо, да, то есть, в принципе, я себя нанимаю строителя табуреток, образование у вас есть, там, или опыт строителя табуреток. Но зачем мне в моей юридической фирме строитель табуреток? Мне нужно будет потом доказывать это, что у меня ломаются табуретки, все, ну, то есть, понимаете, поэтому должен быть образование, работа по специальности, и работодателю именно необходим такой специалист, и это нормально для подобного вида компании, да, иметь такого специалиста. Экономист, отличное образование, на все случаи жизни, хоть прачечная, хоть табуреточная компания, ресторан, там, и так далее, размер просто важен. Да, если вы айтишники очень много получают грин карты таким образом, да, потому что говорят, что вот именно человек в образовании айти, его айтишник тоже на все случаи жизни, там есть и программисты, там есть и дизайнеры, 33 удовольствия, окей? То есть вы можете работать в какой-то компании, но по специальности, и это должно быть нормальное явление, требовать себе в компанию такого специалиста, окей? Опять же, если будут какие-то вопросы, вы можете здесь задавать, да, уточняющие, или на консультацию можете записываться. Дальше. У нас уже есть несколько вопросов. Да, давайте, да, давайте я закончу по вступлению всему этому, да, и, может быть, отлучшу даже наперед на какие-то вопросы. Смотрите, дальше, по процессу, по процессу, как работает процесс обычно, с чего это все начинается? Очень часто люди задают вопрос не только, как работает сам процесс, но и сколько это все, в общем, занимает. Очень важно для людей иногда сроки, знать сроки. Да, обязательно. Сколько это продлится, конечно же. Да, сам процесс, да, рассказываем, опять же, расскажу общее, именно про грин-карты, да, IB2 и IB3, а потом уже мы подстроим это под варианты, которые могут быть применимы на практике, да, как вы заезжаете сюда и так далее. Но вообще процесс получения грин-карты по трудоустройству. Первое, вам нужно обязательно приравнять диплом свой, да, то есть ваш диплом на русском, на украинском, на казахском и так далее, на испанском языках, здесь никому ничего не говорит. Нужно его перевести и приравнять на американский лад. Потом, имея этот диплом, да, и работодателя уже готового вас нанимать, вам нужно запросить зарплату, да, сколько департамент труда написать, чтобы зарплату вам, ну, поняли, да, какая нужна зарплата. То есть вы должны полностью написать ваши обязанности будущие, но обычно то, что мы как раз делаем, да, мы составляем обязанности ваши, что нужно для этого работодателя, да, именно требования по образованию, опыту, обязанности и так далее, сертификаты, лицензии и так далее. И вы направляете это все в департамент труда, и департамент труда Америки, ну, правда, это занимает несколько месяцев, там, не знаю, 3-6 месяцев может занять, они вам присылают, какая зарплата должна быть для такого специалиста, как вы, да, это занимает долго очень, зарплата, там разные есть уровни, 1, 2, 3, 4, 4 уровня, от самой, там, маленькой, такой-то, сейчас, да, или, там, год, до более высокой. Вот, после того, как вы получили зарплату, вы можете начинать рекламную акцию, да, это называется labor certification, это процесс, тоже через департамент труда, где работодатель говорит, смотрите, я все сделал возможные шаги, чтобы найти такого специалиста в США, да, какого-нибудь американца, который готов работать за эти деньги в это время, ему, там, не нужно менять всю свою жизнь ради этого, он готов начать. Я пробовал, да, проводил рекламную акцию, и вот это работодатель должен показать в газетах, в журналах специализированных, айтишных, не айтишных, там, фермерских и так далее, смотря, чем вы будете заниматься, и когда эта рекламная акция проводится, опять же, это тоже, чем мы занимаемся, мы помогаем, вам не нужно это делать, мы работаем напрямую с рекламными агентствами, с компаниями, с агентами, с работодателем, и проводим эту акцию, посылок она закончена, можно подать в департамент труда на аттестацию, называется labor certification, где мы говорим, вот есть человек, да, другого такого нету, его прямо нужно привезти, там, с Украины, да, кровь из носа, потому что вот он нужен, подается. Этот процесс тоже занимает, там, где-то от трех месяцев до года может занять, сейчас вот с коронавирусом вообще непредсказуемо, то есть что мы уже имеем, да, подготовка всего, где-то месяцев шесть занимает туда-сюда, там, зарплату запросить, потом составить обязанности и так далее, где-то займет, там, туда-сюда шесть месяцев, потом подать на трудовую аттестацию, это может занять от трех до двенадцати месяцев, да, там, туда-сюда, опять же, может быть, меньше, у кого-то быстрее и так далее. Вот вам уже в общей сложности, я всем говорю, рассчитывайте, там, на года полтора, на этот процесс, а если, да, аудит придет, то есть вы, может, заслали все документы, а департамент труда говорит, извините, мы что-то не думаем, что для такой компании действительно в юридической фирме нужен человек, который ремонтирует стулья, вот, пришлите нам в течение, там, короткого срока доказательства и так далее, то есть это аудит может быть. Короче, я сейчас говорю клиентам, занимаясь, там, от года до двух в среднем, с подготовкой, с процессом и так далее, да. Я слышала, что есть специальные петиции на ускорение, да, expedite request, они в общем, на принятие решения, да, то есть в этой категории это возможно такое? Нет, смотрите, то есть, да, labor certification, она не может никак быть ускорена, это в департамент труда, это первый этап, да, то есть если вам не одобрили, то вы уже все, пролетаете, как говорится, и нужно думать дальше, что делать. Но это вот первый этап, без этой трудовой тестации по категории и B2, и B3, именно по трудоустройству не выдающихся, ничего такого, да, это нет. Потом только можно подавать документы на петицию иммиграционную и на грин-карту, причем, что хорошо, на сегодняшний день, именно те, кто уже прошли этот labor certification, который займет, да, как я уже сказала, там, около года, там, плюс-минус, если вы уже сейчас это все прошли, вот те, кто уже прошли этот путь, когда подается, все можно уже подавать по этим категориям и на петицию, и на грин-карту, а если вы находитесь за рубежом, только на петицию, то есть, да, следующий этап, что? Подача петиции иммиграционной, Ай-140 называется она, вы подаете в иммиграцию и говорите, вот смотрите, вот этот есть работник, да, вот департамент труда нас одобрил, сказал, действительно, мы согласны, вы не смогли никого найти, вперед успеть с ней. И тут другие требования, тут уже больше требования к работодателю, показать, что действительно эта компания настоящая, что она имеет сотрудников, там, да, других, обязательно компания должна быть живая, не под вас открытая. И еще, имейте в виду, это не может быть работодатель, который, это вы, то есть, вы сами себя не можете нанимать в данной категории, это должно быть, ни в коем случае вы не должны быть владельцем, вы не могли быть владельцем в прошлом, ваш родственник не может быть владельцем, муж, сын, отец и так далее. То есть, это в Америке, эта компания, которая вас нанимает, должна быть совершенно третьим лицом, да, совершенно другой какой-то компанией, которая не имеет отношения к вам, да, этот работодатель. А мы вот именно на этом моменте, извините, я вас остановлюсь, и сразу у нас, у нас тут есть как раз вопрос об этом, вот что вы обсуждаете, да, Алена, она задала вопрос заранее, и она спрашивает, вот у нее, можно ли купить бизнес, использовать его как работодателя, но, например, купить на других, на друга, на жену, на маму, на брата, или как-то по-другому. Да, на родственников, на жены, так далее, вы не можете, опять, есть исключение. То есть, что вообще, что подразумевает вот этот вот путь через туровую эмиграцию? Что работодатель, он реально по-честному хотел нанять американцев, хотел, да, а тут вот он просто не смог, он не нашел их, поэтому нанимает вас. Считается, если компания ваша, или вашего брата, или жены, или бывшей жены, или там и так далее, приемного вашего ребенка, то считается, этот человек вам отдал предпочтение. Автоматически это считается. Ну, это так и есть, да, они тоже там недорогих сидят. Да, ну, вам отдали просто предпочтение. А у них, может быть, они не по-честному рассматривали других там потенциальных работников и так далее, потому что вы у них родственник, или вы владелец. Даже если вы когда-то владели, это все подозрительно. Все в деталях рассматривается, вся подноготная, если бизнес. Поэтому бизнес вы можете купить, конечно, на друга. Друг – это совсем не родственник, да, но, боже упаси, это где-то выстрелит и так далее. И еще за процесс должен платить работодатель. Тоже имейте в виду. Опять же, люди спрашивают, а вот я могу как-то вот так, вот так. Ну, вот я на такие вопросы отвечать не могу. Читайте между строк, но все платежи за госпошлины, за адвоката, за рекламу и так далее должны исходить от работодателя, да. Поэтому вот эти вот такие основные правила. Поэтому, когда вы подаете петицию уже основную, иммиграционную, да, и она там рассматривается, рассматривается, сейчас по ускоренному нельзя будет подать, то есть она там рассматривается своим путем. Она может рассматриваться полгода, может рассматриваться год, полтора и так далее. И есть вот два пути, да, если вы находитесь за рубежом, то эта петиция рассматривается. И когда она одобрена, петиция, да, на иммиграционную, где работодатели говорят, все, я доказал, что не могу найти, теперь подаю на этого конкретного славу, окей? И вы после этого проходите собеседование в посольство, когда одобрено. Вам дают иммиграционную визу в паспорт, впечатывают. Ну, как туристическая, так же будет иммиграционная. Она впечатывается, и у вас будет полгода на то, чтобы вы заехали сюда, и потом здесь вы будете получать грин-карту по почте. Она просто по почте. Вы заезжаете, это отмечается, вам там ставят печать и так далее. То есть этот процесс считается таким, кто там находится и был достаточно удачливый, нашел работодателя. Другой вариант. Допустим, вы в США уже находитесь, да, приехали по турвизе. Ну, опять же, я сейчас расскажу, какой лучше путь. Турвиза очень сложная, будет там, сроки немножко не войдут. Да, вы можете подать на грин-карту, находясь здесь. Если у вас уже трудовая дистанция пройдена, вы уже здесь, находитесь в США, можете подать и на грин-карту, и на петицию одновременно. Тогда какое-то время это будет рассматриваться, там, опять же, где-то год, да, и после этого только вас позовут на собеседование, и вам дадут грин-карту. То есть этот процесс в общих чертах, там, консульский или нет, еще год-два занимает, то есть мы имеем первый этап, да, диплом, трудовая тестация, вот это все, это занимает год-два, и следующий этап, где петиция будет в рассмотрении, потом или через консульство вы заезжаете, или отсюда, это тоже где-то год-два рассматривается. В общей сложности, я всем говорю, от двух до четырех лет через трудоустройство. Но это путь вот такой, да. Я сейчас еще расскажу про студенческий статус, как можно сюда попасть. Да, ну, здесь возникает вопрос. Кто-то реально будет тебя ждать четыре года, пока ты придешь и начнешь у него работать? Ну, бывает, бывает, сутки, когда... То есть, ну, иногда, может быть, они захотят, может, по-новому, бывает такое, что могут по-новому запросить трудовую сертификацию, то есть, хорошо, это было четыре года назад ты искал такого работника. А, может, сейчас поищи, может, сейчас есть. Такое бывает, такое может случиться. Если что, они отменят что-то, или просто, что человек передумал и хочет нового найти? Нет, если человек, если они скажут просто, ну, как ты искал четыре года тому назад, то есть ты получил Labor's Education четыре года назад, три года прошло, там, два года прошло, может, просто, они из каждой иммиграционной службы, может, просто сказать, ну, поищи еще раз. Нет. Нет, 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 потому что там уже все подвязано под этого человека. Конечно, на самом деле, вот, если мы рассматриваем варианты через консульство или варианты через грин-карту на территории США, та, которая через консульство, ну, это только через связи, если кто-то знает, кто-то классный специалист, там, реально человек, там, я бы не сказала, что это обычный рядовой какой-то менеджер, да, это должен быть слава наш, он должен быть каким-то строителем кораблей космических, да, там, или, я не знаю, каким-то инженером крутым, который вот специфически, и он там поискал работу, и в нем заинтересованы, и у него уже есть английский, то есть вот такая, обычно, как процесс протекает, окей, самое такое, наверное, оптимальное. Человек приезжает сюда, вот такой, да, можете себя записать, и это вот, с чем мы сталкиваемся, где мы помогаем. Человек приезжает по турвизе, окей, приезжает по турвизе, здесь спустя какое-то время он поступает на изучение английского языка в университет, ну, в колледж какой-то, или школу языковую и так далее, просто язык учить, это самый оптимальный вариант, это подтянуть английский, да, чтобы общаться с потенциальными работодателями, купить себе здесь время, насмотреться и так далее, это еще там займет какое-то время, пока человек учится. Потом этот человек может поступить на какое-то высшее образование или магистра, потому что для тех, у кого магистр, категория ИБИ-2, да, магистр или выше, тем более магистр, если получен в США, для них отведено определенное количество рабочих виз, не грин-карта еще пока, да, на них просто лучше смотреть. Люди с более высшим образованием, им легче будет получить грин-карту. Почему? Даже вот идем к тому процессу о рекламной акции, да, мы должны там в газетах рекламу давать работодатель, да, искать этого специалиста и так далее. Если вы говорите, я буду собирать помидоры, да, и вот в этом что нужно, сколько народу подаст свои заявления на том, что, о, я-я-я, там, сколько там, 8 долларов в час, я буду собирать, вообще не проблема. Если же вы говорите, я инженер по строительству комикс-космических кораблей, у меня образование там американское, или суперфинансист, или программист и так далее, вот, то, соответственно, меньше народу будет подходить по этим требованиям. И, соответственно, легче будет сказать, смотрите, я никого не мог найти, поэтому, да, вы можете F1 начать с английского, потом плавно перейти на магистра. Что происходит дальше? Это займет еще два года магистра получить. После того, как вы получили магистра, у вас будет год обычно optional, practical, training. Что это такое? Это практика. Вам дается social security, разрешение на работу и так далее после получения диплома магистра, и вы можете год работать где-то, да, по специальности, ну, плюс-минус, и тем временем искать работодателя. Это вот такой путь для молодежи, да, турист, приехал, студенческий статус, потом отучился еще дополнительно, магистр, бакалавр, там, смотрите. Потом вы получили эту практику, и тем временем вы нашли работодателя. Вы можете подать еще на рабочую визу H1B, есть такая виза, которая на три года дается. Опять же, нужен работодатель. Там не такие жесткие требования, как на гейн-карту, нужно просто доказать, вот есть образование, специальность какая-то, вот работодатель, буду работать по специальности. Финансовая компания, финансистом, еще где-то и так далее. Это мы вам поможем в стратегии такую составить. И вы, когда здесь по рабочей визе подаете, да, единственная проблема с H1B на сегодняшний день, рабочий, она по лотереи разыгрывается. То есть работодатель должен впадать на лотерею, да, там большой конкурс достаточно. И если, ну, просто для магистров, у кого магистр американский, вот это такая изюминка, которую мы стараемся использовать в наших кейсах, и таким образом человека выводить на какой-то определенный уровень по сравнению с другими, да, обычными смертными со всего мира, с американским именно образованием, да. Есть специалисты, которые помогут вам и поступить здесь, да, и там, и экзамены сдать и так далее. Работают, да, компании, у нас есть партнеры в разные области, в том числе такие. И вы можете с этим магистром подать на H1B, H-визу, у вас будет больше шансов ее получить, лотерею выиграть. И когда вы получаете, у вас будет три года работать у какого-то работодателя по специальности, зарабатывать 60 тысяч долларов там в год или сколько в среднем, да, в 40, 100 и так далее, смотря кто вы. Пока вы работаете, вы себя показываете в самом лучшем свете, как отличный специалист, который готов пахать, пахать и делать все возможное. И потом к работодателю вы подходите, говорите, уважаемый Джон Смит, вы не хотите меня здесь оставить на постоянку, не хотели бы мне подать на грин-карту? И вот этот процесс начинается. То есть у вас три года есть пока, да, заняться этим процессом трудовой аттестации. Опять же, реклама, то, что я рассказывала, там, показать, да, что вас не могут найти такого, как вы, в дебартамент труда все подается. И после этого, когда вы получаете вот эту аттестацию, которая займет год-два, пока вы сидите здесь и работаете по визе H1B, вы после этого подаете сразу на грин-ку, здесь находясь. То есть у вас потом дают разрешение на выезд и так далее. То есть этот путь такой, он настолько уже отлаженный, но, опять же, проблема работодатель. И, конечно же, находиться здесь намного больше вам поможет найти работодателя, чем сидеть у себя в Казахстане, к примеру, да, там и так далее, и искать работодателя по интернету. Здесь, конечно, безработица большая, сильно тут, наверное, не ищут специалистов, и так и полно. Поэтому, конечно, лучше приехать сюда, здесь немножко осесть, поучить английский, может быть, получить какое-то дополнительное образование, или можно учить английский и сразу же перескочить на рабочую визу. То есть вот эти вот пути, это мы продумываем, смотри, если вы уже имеете супер-высокое образование, но не американское, да, магистр, а там просто H-виза будет по-другому, можно будет там любой, вот просто вопрос смотрю, да, про докторов. То есть по медицинской специальности, там есть разница, видите, докторам, грин-карты и так далее. Вы все готовы здесь лицензии все эти получать, годы сидеть? Про докторов это вообще отдельная тема, и у нас был эфир, готова с вас проконфортировать. Я так же, вот H1B, вы говорили про эту лотерею. Там, я не знаю, поправьте меня, подтвердите или опровергите, там есть исключение для research and studies, то есть для научных сотрудников, там, если, там я слышала, есть исключение, что вы уже и сейчас можете начинать работать, да, то есть там ни лотереи участвовать не надо, ничего. То есть, возможно, если... Да, там нет, да, можно в любой момент. Вот это должно быть какое-то государственное учреждение или учреждение, спонсируемое государством или каким-то исследовательским центром. Допустим, университет, при нем есть какая-то лабораторка, которая занимается... Ну, не просто лабораторка, там, да, пять коллег ходят и какие-то там пробирочки, да, смотрят. Я говорю про то, что исследование, там, изобретение вакцины, ну, просто говорим, да, на сегодняшнюю тему, вакцины по COVID, по COVID. Или вы какое-то другие исследование ведете. Не обязательно должна быть медицинская тема, да, должна быть... Может, какие-то другие, там, опять, NASA, вот я там сотрудничала с лабораторкой. Ну, даже не с лабораторкой, а лабораторка – это одно. А есть еще исследовательский институт при космическом центре, к примеру, где работают там разные программисты, инженеры, которые модели там строят космические и так далее и тому подобное. Если вы работаете при каком-то вот этом исследовательском, не обязательно, чтобы мы прямо государство-государство, но там же доказывают, что это нон-профит, то есть это не компания, которая просто бабки на этом зарабатывает, да, это реально исследовательский центр, который идет для блага Америки, скажем так, да, они любят вот эти все вещи, которые для блага Америки, вы в интересах, США и так далее. Для вас все двери открыты. Ну, таких, наверное, поискать сложнее просто. Но я, опять же, из-за того, что сегодня прямо была нацелена на обычных смертных, как вот мы, да, не какие-то там суперизобретатели, но что для них другие пути есть. Там, где не нужен работодатель, да, если вы крутой какой-то изобретатель, исследователь и так далее, для вас есть другие пути. Вот, а это если у вас есть, но действительно, да, Ли, если правильно вы сказали, что если мы говорим о вот этой лотерее, что самая как палка в колеса такие. Ну, мы, слава богу, сколько H подаем, у нас, может быть, и не так их много каждый год, но мы все лотереи пока проходим, да, как-то вот нам везет. Но это не значит, что вы пройдете 100%. Мы это не гарантируем, но мы пробуем, да, отсылаем, прошли лотерею, и там еще будет дано время, чтобы подать все документы. Самое главное – найти работодателя. А я даже не представляю, как люди оттуда начинают это делать, да, находясь там, если только у них нет родственников, или они действительно востребованы. Но лучше всего приедьте сюда и на месте уже разруливайте эти все вопросы. Спасибо большое за такой осмотр и уймой информации. Я начну вам задавать вопросы, да, тоже, если у вас, наши участники, есть вопросы, пишите, я их также обязательно озвучу. И мы продолжим осуждать тему уже в ходе вопроса-ответа. Вот вы упомянули, что за процесс платит работодатель, но мы видим, интернет переполнен предложениями по EB3, да, EB3 категории, и реально за это просят от 18 до 25 тысяч. Как на такое реагировать? То есть насколько это законно и насколько это работает? И получается, за что люди платят эти деньги, вот эти от 18 до 25 тысяч, если вы говорите, что вроде бы расходы должны быть оплачены работодателям? Да, работодатель платит 18-25 тысяч, это на самом деле, учитывая расходы на работу адвоката, на все госпошлиные, они огромные просто госпошлиные, рекламные акты. Я вот честно скажу, перед тем, как вы заплатили кому-то эти деньги, эти деньги я бы сначала исследовала сама, что это за люди, и я вам гарантирую, 90% это мошенники, которые… Просто я слышу другие случаи, я не читаю интернет про всякие там предложения, хотя я слышала, что такое бывает, да, но я консультирую очень часто людей, которые сидят там, да, за пределами США, и в панике звонят, говорят, я заплатил депозит там 10 тысяч долларов, да, все мои сбережения, и мне сказали, да-да-да, мы вам дадим работодателя, и пропали. И что вы будете делать? То есть я бы с этим аккуратно, если у вас нету каких-то связей там, да, здесь в США, человек, который вам может помогать, конечно, работодатель – это самое сложное, поэтому этот путь, он такой не самый легкий, он такой достаточно конкретный, да, бум-бум-бум, там не нужно ни от кого зависеть и так далее, но работодатель должен быть, и как он платит, ну вот так, то есть если вы сами подумаете, да, принцип какой? Есть работодатель, который заинтересован в каком-то специалисте, которого он не может найти в США, поэтому он вынужден заплатить за весь процесс и платить вам приемную зарплату, и вас сюда забирать, окей? То есть это принцип. А вот как мы к принципу подходим, это уже работа наша. И тут у нас есть опыт, креативность, показать, какой должен быть специалист, чтобы привязать его к этому работодателю, как провести рекламную акцию, чтобы показать, что нет желающих на этот путь, да, на эту работу. Но единственное, что мы не делаем, да, мы не находим работодателей, да, мы можем вам посоветовать кого-то, кто вам поможет там с поступлением, там, с университетами, можем посоветовать кого-то, кто там, ну, мы работаем с кем-то, кто рекламную акцию может проводить, там, кто диплом вам может приравнять. То есть мы знаем определенных специалистов, работодателя не ищем. И если вы как-то клюнули на какое-то предложение, я слышала, вон там даже в каких-то деревнях, там в Макдональдсе нету народа, в Макдональдсе работать на кассе. Есть такое. И есть, я слышу, что проходят варианты, и кто-то даже приезжал по этим категориям. Но как это находят? Это очень аккуратно нужно быть, и это все-таки деньги немаленькие. Да, это очень немаленькие деньги. И тут еще такие есть истории тоже, лично из практики. Вот вы уже напомянули о Макдональдсе. Именно поебе три наиболее популярные позиции. Это общепит, пиццерию, тот же Макдональдс, truck drivers, да, и в гостинице очень много. Ну и тут люди иногда просто на здравый смысл иногда спрашивают, что серьезно в Америке нет людей, которые будут в Макдональдсе работать, или, что серьезно, нет людей, которые будут номера убирать. То есть вот... Ну просто, да, действительно... Да, как это объясняется, что если здесь, допустим, даже сейчас, да, сейчас, может быть, реально можно подавать на такой вид эмиграции, почему? Потому что сейчас ввели эти все новые правила по безработице, да, по дополнительным каким-то оплатам людям, которые безработные сидят. Если вот представьте, да, вот вы сидите в своей стране, сколько вы получаете? Здесь по безработице получают 600 долларов в неделю. Это 2 400 в месяц, лежа на диване, окей? Зачем вам работать в Макдональдсе на ногах весь день? Или там еще на траке ездить, там застрелиться можно, сидя, все, спина наизнанку. Да, если вы получаете 2 400, вам этого хватает на проживание, вы там и жена. То есть, понимаете, поэтому есть реально варианты, где люди реально не хотят работать, потому что какие-то обстоятельства или нехватка. Ну, там, я слышала действительно про Макдональдс и так далее, про траков, но я не говорю, что у меня прямо знают, куда обращаться или там и так далее. Но главное, чтобы просто есть чем выше категория, вот эта EB2, она круче, чем EB3. EB3 – это действительно любой специалист или бакалавр. Тебя просто легче будет отсеять людей. Если мы говорим, что вы идете как магистр или с докторской степенью, то легче будет доказать, что таких специалистов, желающих работать, здесь не смогли найти, если вы какой-то узкий специалист. Спасибо большое. Вот еще один вопрос, я немножко поеду по анонимных. Есть вопрос, спрашивают, возможно ли эмигрировать по программе EB3, если есть высшие образования, полученные в Австралии? Да. Здесь просто ответ «да, можно». Тоже по следам предыдущей сессии, когда мы обсуждали переход статуса с убежища, с ожидания убежища через трудовую эмиграцию, и здесь спрашивает человек, может ли работодатель оформлять документы силами штатного юриста, а работник нанят своего адвоката, который бы консультировал при заполнении документов? И по какой ссылке можно подать заявление в электронном виде на первый этап проверки уровня зарплаты работников? Немного такой... Ой, да, значит, по-первыхому, да, можно, чтобы работодатель... Просто вообще роль адвоката в этой трудовой эмиграции обычно мы представляем сразу обоих. То есть если, не дай бог, там они поругались, все, конфликт интересов, мы, конечно, выбираем одного. Но вообще, конечно, даже удобнее, если у работодателя есть свой адвокат, который внутри компании, ради бога, а вы работаете частно с другим адвокатом, который помогает там что-то консультировать, просто нужно аккуратно это все делать, построить стратегию, чтобы уже не подумали, можно упасть, что работодатель там ничего не делает, да, все делает адвокат клиента и контролирует процесс. То есть главное, чтобы сам адвокат другой, который при работодателе контролировал. Что касается сайта, я так наизусть, конечно, не помню, но есть специально, называется Prevailing Wage Determination. Вы погуглите это, да? Prevailing Wage Determination. Это где нужна зарплата? Там есть 941-я форма, я сейчас не помню наизусть все эти названия, так как у нас, естественно, есть специально обученные люди, которые сидят у меня и все эти процессы выполняют под моим руководством. То есть мне, слава богу, не нужно запоминать все эти нюансы, да, но я, то есть моя стратегия, моя обязанность, все это, естественно, составляется, я веду все дела, но форма, если вы хотите записаться на консультацию, да, я вам, естественно, в деталях там расскажу и так далее. Но Prevailing Wage очень важно, чтобы вы понимали, да, я понимаю, что хочется там сэкономить на адвокате, побыстрее подать. Самое главное вам составить эти обязанности, которые гарантируют, что зарплата у вас не зашкаливает, да, почему, потому что если вы сейчас скажете работодателю, дорогой работодатель, я такие обязанности написала, что ты мне должен платить 100 тысяч долларов вместо там первого уровня, да, работодатель пошлет вас потенциально. Там первый уровень там будет 40 тысяч, а последний, четвертый уровень 100. А вы так написали обязанности, заморочено, плюс вы можете не понимать, да, как это работает. Мы знаем, на какие обязанности иммиграция или департамент труда посмотрит с красным флагом и скажет, нет, ребята, вы вообще что-то загнули здесь, да, человек, который будет работать там на станке требования, вы там обязанности написали, докторская степень, там, Нобелевская премия, да, а он просто будет там станок вытирать, к примеру, вот вся его работа. То есть нужно это аккуратно сделать обязательно, плюс, да, то есть зарплата будет другая. А сейчас вы подойдите на зарплату с неправильными обязанностями на определение зарплаты. Пройдет полгода, оно сейчас занимает, да, 4-6 месяцев. Пройдет полгода, и вам придет зарплата какая-то неправильная и так далее. Потом это все перейдет. Обратитесь уже к специалисту, кто вам поможет это все сделать правильно. Мы рассрочки даем, да, и на консультациях там обсудим, я там не говорю обычно, там, наши цены, да, от и до. Но на самом деле за весь процесс от начала до конца, ну, где-то так, 1025 и получается. Учитывая какой объем работы, сколько лет это займет, члены семьи и так далее, там будет, скажем, 20-30 тысяч сюда на весь этот процесс, это совершенно нормально. Поэтому есть, конечно, какие-то благотворительные, которые будут вас так делать. Я не знаю, как-то не совсем уделять вам много внимания, но мы даем-то рассрочки, поэтапную оплату и так далее. Но лучше обратитесь к профессионалу, чтобы потом не пожалеть и не потерять время и деньги. Вот именно, чтобы не потерять время и деньги. Спасибо за такой обширный вопрос, обширный ответ. У нас еще есть вопрос, немного не по теме, спрашивают о разрешении на работу при студенческой визе на языковых курсах. То есть человек на языковых курсах в Флориде и спрашивает, как он может получить разрешение на работу. Возможно, есть какие-то заумные варианты, смотря где вы учитесь, но обычно вы не можете на языковых курсах получить разрешение на работу. Есть там какие-то исключения. Я, честно говоря, даже не возьмусь и не буду ковыряться в этом деле. Если эти школы языковые куда ходят, уже подавали, потому что от них должно исходить это все, то, может быть, они уже знают, у них опыт. Мы на такие не подаем, даже не пробуем. Есть варианты, когда можно получить разрешение, если вы там докажете, какая-то необходимость и так далее. Но обычно разрешение на работу дается именно при образовании уже каком-то высшем, когда вы учитесь и так далее. Работать можно обычно в пределах учебного заведения. Регина, она спрашивает, она в мае заканчивает магистратуру в Sciences Education, в Клэр Торито. Свободно разговаривает на английском и на испанский. Когда надо начинать подавать на OPT? И также это ее первый вопрос. И она спрашивает, можно ли подать на H1B без OPT? Или обязательно все-таки использовать вот этот бот OPT? Про OPT вам расскажет ваш университет, где вы учитесь. Они занимаются этими OPT, нужно подавать заранее. По-моему, подается чуть ли там не в феврале или в марте или еще раньше. То есть нужно там или в январе. Короче, подавать на OPT 100% нужно заранее. Вам нужно обратиться к университету, где вы учитесь. Они вам все скажут, что это делают обычно они сами. Вот там у них есть эта вся система налажена. Далее, по H1B подаче. Вы можете подавать на H1B не просто без OPT. Вообще можете находиться в другой стране и там этим заниматься и так далее. Чем хорошо иметь OPT? Вам дается год легального дополнительного пребывания с разрешением на работу, пока вы здесь сидите после своего образования. Вам целый год будет дополнительный. Не использовать какие-то неразумные. Да, да. Просто H1B это такая категория, такая виза, которая вот из-за того, что она по лотерее, вы можете не выиграть. А что, если вы сейчас подаете на лотерее? Лотерея будет подаваться там 1 апреля каждого года. Там заранее подается, розыгрыш будет и так далее. Вот вы подали, да, и вы не выиграли эту лотерею. И что, у вас хотя бы год есть еще до следующего мая, чтобы вы еще раз попробовали? Потому что я не вижу, почему не подавать на OPT. Но если по какой-то причине вы не можете, не хотите там и так далее, если не получилось, то без OPT можно подавать, но нужно все это время быть в каком-то легальном статусе. Когда вы закончили образование, у вас только 60 дней. А подается на H1B 1 апреля, и начало работы будет 1 октября. А что вы будете делать эти полгода? В каком статусе быть? Спасибо большое. Вы немного уже, скажем, в ходе нашего разговора ответили на этот вопрос. Но Алена, она спрашивает еще раз. Когда у нее есть клиенты, которые покупают бизнес, и потом хотят привезти своих друзей, родственников по рабочей визе в свой бизнес. И она спрашивает, все-таки на какую сумму хотя бы примерно надо рассчитывать? Плюс-минус. Она понимает, что это, скажем так, не точная цифра, но плюс-минус сколько вот такое обойдется? Вы уже называли. 25 до 30. Не, мы говорим про рабочую визу H1B 1 или говорим про грин-карту? Разные вещи. Она пишет, понимаете, про визу. Да, если мы говорим про H1B 1, это H1B 1, да, там вы подаете на H1B 1, там может быть в пределах 10 тысяч, даже меньше это все обойдется, да, туда-сюда, там 7, 10 и так далее. Чтобы подать на рабочую, там, в лотерее пройдете, не пройдете, сколько будет затрат и так далее. Грин-карта я уже озвучила. И имейте в виду, если вы привозите родственников, я помню, в начале, если вы, может, прослушали, да, если вы привозите родственников в свой бизнес на работу, это будет очень сложный кейс. Я, допустим, не возьмусь за такой кейс и вам не советую, да, лучше этот бизнес тогда будет первоначально на кого-то другого, потому что очень-очень строгие правила про то, кто владеет бизнесом, да, и, боже упаси, потом попробуй доказать. Можно, конечно, попытаться доказать, что вы, что владельцы бизнеса никак не контролили, ну, не повлияли на процесс наема американца, да, для того, чтобы дать предпочтение своему родственнику. Это я не говорю, что прямо стопроцентный отказ, но лишние, как бы, как помягче сказать, лишние проблемы, да, которые усложняют дело. Мне пишут, что меня не слышно. Я сейчас немножко придвинусь поближе и попробую говорить погромче. Пожалуйста, дайте знать, слышите ли меня. Окей, и мы дальше продолжаем нашу сессию с Лизой по трудоустройству. И здесь у нас есть такой немного вопрос о образовании. Все-таки человек, видно, не понял разницу о уровне образования для ИБИ-2 и ИБИ-3. То есть на ИБИ-3, насколько большая разница именно в образовании ИБИ-3 и ИБИ-2? Да, просто, ну, как бы, чтобы не думать эти 3, 2, 1, 0 пуск, просто запомните, одна из категорий для тех, у кого более чем выше, да, магистр или выше, докторская степень и так далее, а другая категория, она бакалавр или ниже. То есть, может, спец какой-то, но обязательно, вы не можете просто быть там, вы должны показать все-таки свой опыт определенный, если вы говорите, вы идете на эту грин-карту через, ну, какой-то определенный навык, да, вы должны доказать. И опять же, имейте в виду, это про грин-карту мы только говорим, да, люди часто путают виза, есть виза, грин-карта ИБИ-2, ИБИ-3, там, ИБИ-1, ИБИ. Виза – это виза. И по визе, кстати, чтобы ИБИ получить визу, ИБИ, у вас должен быть как минимум бакалавр, да, как минимум бакалавр, причем это может быть бакалавра полученного, да, и приравненного потом к американскому, или на опыте работы. Если вы получаете бакалавр, ну, можете приравнять опыт работы, там один к трем идет, то есть три года работы, один год образования. В Америке бакалавр обычно четыре года, окей? Четыре года умножить на три, каждое, да, продолжается 12 лет. 12 лет опыта работы, и у нас был такой случай, где человек, на самом деле, он был учитель физкультуры по образованию, бакалавр у него был, да, а он получил много-много лет опыта работы, у него там 20 лет опыта работы, был как дизайнер, окей? Именно там дизайнер графический и так далее. И мы доказали, вот он опыт работает, он подтверждается там и так далее. И приравняли его, послали в компанию, которая приравняет. Ее приравняли, несмотря на его физрук там и так далее. Мы приравняли его образование один к трем, 12 лет взяли из того, что он делал, прогрессирующий опыт работы, и сказали, у него, смотрите, бакалавр, исходя из опыта, у него бакалавр по графическому дизайну, все, и мы получили потом у Гейн-карты. Поэтому именно это так и работает, но на H-визу нужно образование для Гейн-карты, может быть, или с образованием очень высоким, или с не очень высоким, и вообще без образования. Хорошо, спасибо большое. У нас есть еще один вопрос по покупке бизнеса. Здесь, наверное, все-таки идет именно про бизнес, не про трудоустройство. Спрашивают, какие варианты у обладателей российского гражданства есть. Если у них в России нет бизнеса, убежище тоже не подходит, а деньги на покупку бизнеса все-таки есть. Здесь, наверное, спрашивают, имеется в виду про исту, да, что российские граждане... Ну, это очень важно, видите, почему консультация нужна? Потому что вот эти вот, я там с другой стороны, есть деньги на бизнес, а того нет. Нам нужна эта ваша... К вам будет еще куча вопросов. Откуда вы? Если вы с России на и-визу, инвестиционно вы не можете подать. Вы можете на EB-5. У вас деньги есть? Окей, сколько у вас денег? Понимаете, здесь отвечать я могу только на общие вопросы. Денег 8,8 миллиона, отлично, у меня есть для вас варианты. Или там 900 тысяч, а если у вас 100 тысяч? То есть такие вот личные вопросы, на них тяжело ответить в рамках эфира, потому что у меня к вам больше вопросов, чем у вас ко мне. Я вам как только все у вас узнаю, да, а это займет там хотя бы минут 10, да, чтобы я о вас все узнала, а потом я вам расскажу все ваши варианты. И вот такой часто бывает, человек приходит с одним вариантом в голове, потому что он там наслышался, он отчитался от соседей, там, с интернета, с телека, с голливудского фильма. А когда мы садимся, мы начинаем ковыряться. Вау! Оказывается, он может в интересах США быть, там, у него гринка без работодателя вообще, без инвестиций может быть и так далее. То есть есть разные пути. Он немножко дописал, вот, предыдущий вопрос про разницу EB2 и EB3, но у него это трошка вопрос не в этом духе. То есть он говорит, окей, согласен, EB3 и лежащие на диване американец за 2-3 раза в месяц довольно логично. Но с EB2 сравнивать, да, то есть здесь по его пониманию это немного нелогично. Инженеры, вот, они стоят, он считает, что они стоят дороже на рынке. Я не знаю, мы на эту часть вопроса, я думаю, мы отвечать не будем, потому что, ну, знаете, есть... Ну, это не вопрос, просто я вопроса, да, я не вижу в этом вопроса, я просто, я согласна, да, согласна с вами, что логики нет, к сожалению, в эмиграции во многом логики нет, да, поэтому пользуемся только своим каким-то опытом, да, и знанием закона. На логику забили гвоздь уже много лет назад, потому что просто вынос мозга. Так что мы можем вам построить стратегию, исходя из того, что вообще есть, не обращая внимания на логику, но работодателя реально тяжело найти, я тут ничего не могу сказать. У нас вопрос есть про визу P1, вот, еще интересно, то есть это виза артиста, и здесь именно идет разговор о артисте цирка. Можно ли с этой визой P1 открыть свою цирковую школу? И надо ли будет в этом случае менять визу на другую? Вот такой интересный вопрос, то есть приехать как артист. А, тоже, без консультации не обойтись, без консультации мы не обойдемся, так вот сходу ответить. Могу только сказать, что на P1 там нужно показать, да, что у вас все равно там работодатель, какое-то мероприятие и так далее. Если вы будете открывать школу, возможно, лучше рассмотреть вариант через, можно даже на конькарту потенциально подать, да, если у вас определенные достижения есть, вы там тренер или вы спортсмен или еще кто-то, и вы хотите открывать свою школу, у нас есть и в национальных интересах варианты, где что-то необычное, такое, чего здесь не хватает. Или вы у вас достижения, если я могу вам на консультации дать домашку, что нужно подтянуть, каких документов насобирать, и, соответственно, вы сможете подавать потом сразу на грин-карту через выдающийся, где работодатель не нужен, и можете открывать свой бизнес без проблем. Вот видите, как Лиза сказала, возможно, у вас есть намного больше вариантов и больше опций. Номер телефона есть в нашей бегущей строке, а также есть имейл для контакта. Записывайтесь на консультацию, и вы, скажем так, получите намного больше информации, чем в этих кратких сроках нашей сессии. Андрей спрашивает, есть ли смысл в I-140 Premium Processing, и что это дает? При условии, что Priority Date is current, Украина, и можно подавать и 485-ю, и 140-ю одновременно. А смысл ускорять? Смысл ускорять что-то, если вы все равно здесь находитесь по, ну, если вы подаете на 485-ю одновременно, все равно грин-карту пока не дадут, смысл платить? Сейчас они же собираются, опять же, сейчас оно подвисло, ускоренный процесс будет 2,5 тысячи долларов стоить. Окей? И я просто не вижу смысла такие огромные деньги выкладывать, и все равно вам грин-карту не будут давать, пока не подойдет очередь. То есть в чем проблема? Люди подают 140-ю петицию, она и так рассматривается сейчас там полгода сама по себе, ну, там полгода, год, там по-разному бывает у нас, но вы можете ее подать, да, и она будет рассматриваться, рассматриваться, когда она одобрена, все равно грин-карту еще пока не дадут, вы будете сидеть тут по разрешению на работу и так далее. Это не тот вариант, где вообще по любой из категорий и B1, по которой разрешен премиум процесс, не учитывая, что сейчас цены собираются, сейчас пока 1440, но будет под повышением 2,5, и смысл, я просто не вижу, если вы подаете, если вы подаете на консульский процесс, да, и вы хотите скорее это все рассмотреть, чтобы потом заехать быстрее, это одно, а если вы здесь сидите, вам все равно грин-карта будет еще где-то год рассматриваться, то есть я не вижу вообще ни тепло, ни холодно от этого. Вот, 2,5 они, я просто сейчас просматриваю, если они уже их повысили, они должны были с 19 октября, потом что-то приостановили, там черт ногу сломят эти все законы. Именно вторая, вторая часть его вопроса, и это именно за поднялась ли стоимость, это я не зачитала, это вторая часть его вопроса, и было именно про стоимость, премиум процессы для EB2 по 140. Да, они пока, говорю, пока еще не поднялось, потому что я вот сейчас просто смотрю, с 19 октября, но его сейчас пока приостановили, следите за нашими соцсетями, когда это будет обратно повышаться, хотя уже может они, знаете что, давайте вы просто мне, если что, напишите, есть там e-mail, да, я даже, как бы, здесь не могу сказать, да, да, если что, напишите, я вам дам знать, повысили они сейчас или нет, потому что они сейчас это все приостановили, так что нет. Вот, если вы просто пишете, Инна, она спрашивает по EB2 и EB3, интервью на смену статуса сейчас обязательны? На смену статуса сейчас обязательны? Ну, нет, не скажу, у нас наоборот. На самом деле, вообще да, ответ, да, на грин-карту интервью сейчас обязательно по всем, но могу сказать, у нас вот буквально неделю назад клиент, ну, правда, не по EB2 и EB3, а там другая категория, но неважно, все равно по рабочим, по почте получают. То есть сейчас, я думаю, они смотрят и все-таки выбирают людей, которым, возможно, не обязательно, да, помогать, получать грин-карты там через интервью, и мы по почте присылают. То есть это не первый случай, я слышу, у нас только первый случай такой был, а бывают и другие. Спасибо большое. У нас есть вопрос, немножко не относящийся к теме, но я его зачитаю, так как он был задан заранее. Вопрос в том, могут ли родители, держатели грин-карта, воссоединить совершеннолетнего ребенка, который находится в Америке в статус ожидания интервью по политубежищам, и сколько времени занимает процесс. Насколько я помню, ребенок не в браке. Если ребенок не в браке, да, и ребенок подал на убежище, пока был в статусе легально, да, то есть он ничего не нарушил, тогда окей. Тогда окей. Да, могут подать, займет где-то год, плюс-минус. Ребенку 25 лет. Да, с вами. Старый ребенок, ну все, ну ребенок. Если он, если ребенок не в браке и подал на убежище, находясь пока еще в статусе в каком-то, не нарушая, тогда может подать, где-то год займет, ну может побольше. Непонятный вопрос. Спрашивают, если находиться в США по pending asylum, то насколько надо сохранять свой asylum статус вплоть до одобрения 485-й? Если вы подали, они были в статусе. Понятно, да. То есть, наверное, человек получает 485-ю каким-то другим путем. Давайте я зачитаю другие вопросы. Дайте нам немножко больше деталей. То есть, получается, вы ждете 485-ю, вы подали на основании чего-то другого, а до этого были в статусе. То есть, здесь немножко запутано. Есть ли какие-то новости по возобновлению процесса в выдаче иммиграционных виз по ИБИ-2 категории? Это, наверное, насчет бана. Наверное, консульские. Да, консульские пока еще нет. До конца года запрет. Мы смотрим, ждем дальше. Спасибо большое. Мы уже подходим к концу. Я попрошу Лизу еще раз, скажем так, подвести итоги. И мы на этом будем заканчивать. Так что, если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте их очень быстренько. Потому что мы уже сейчас будем заканчивать. Лиза, давайте еще раз. Шансы есть. Где работать есть, надо найти работодателя. Да, самое сложно. О чем мы будем обсуждать. Да, возможно, мы вернемся. Где работодателя не надо? Ну да, вот именно. Обсудив эту тему, она такая самая, может быть, для вас незатратная. Не нужно ни покупать бизнес, не нужно ни платить за адвокатов, за расходы и так далее. Все делает работодатель. И это отличный путь. Да, занимает он 2-4 года. Там, может, меньше, может, больше. И он такой прямо линейный достаточно. Все, что нужно, это ваше образование. И всего лишь работодатель. Но, так как мы понимаем, что работодатель – это далеко не простое занятие, за счетом того, что вы здесь уже отучились. Да, то есть просто я даже сама прошла, да, по большому счету этот путь так, да. Я приехала как студент по обмену одно время, там, J-виза такая, или вы work and travel можете приехать. Потом у меня была студенческая виза. Я тут получила все твои 3 высших образования – бакалавр, MBA, там, Juris Doctor. Вот, потом я нашла работодателя, потом у меня была H-виза. Поэтому я сама это прошла, это рабочее. Но это для молодежи, если в 17 лет приехала. Поэтому вы молодая, там, молодой. Вас родители могут себе позволить, там, если родители, кто нас слушает. Родители – отличный путь. Но если ваши ребята замуж не выйдут, там, или не женятся, и облегчат свои учить, по любви обязательно. Да, то есть это для молодежи. Если вы, конечно, семья – это такой путь, да, где вы приехали по студенческой. Не папа вас задержит, да, там, у мамы. А вы приезжаете, сами должны тут пахать, и не имея возможности по студенческой виде пока работать, пока работодателя, не зная английского. То есть это сложно. Это больше такой для молодежи. Если же вы человек, который не совсем горит желанием проходить весь этот путь, да, там, долги, возможно, там, работодателя нет английского, и желание работать на кого-то, есть другие пути, да, там, через бизнес. Если вы ведете бизнес там, небольшой, средний бизнес, и вы хотите здесь инвестировать, там, 100, 200, 300, 400 тысяч долларов, там, смотря с какой вы страны и так далее, можно обговорить и понять, какой путь для вас. Если этот вариант работодатель не нужен, уже, да, облегчает, но должны быть инвестиции. Не будет легких путей, как ни крути. Может быть, у вас есть заслуги. Я не говорю про Нобелевскую премию. Очередной раз говорю. Нобелевская премия, если у кого-то есть, что, Леся, я говорю? Бесплатно. Делайте бесплатно. Да, у кого Нобелевская премия, делайте бесплатно. Ну, там, за расходы только оплатите. Я всю работу, обычно мы там берем достаточно большую сумму, да, работу по выдающимся. Но если вы какие-то достижения, я не говорю про это там супер-дюпер, может быть, там, да, вы какую-то продвинули тему, вы забрели что-то, да, а вас там написали какие-то статьи, вы там, вот там, какой крутой там патент, не патент, изобретение. Вот, вы тоже, может быть, выдающийся. Нужно это все обговорить и понять. Или, может быть, вы просто не светились, да, вы действительно в своей сфере достаточно продвинутый человек, профессионал. Какие еще есть пути? Да, там, если через медицину, это вообще отдельная тема, достаточно сложная, но, тем не менее, ну, тоже работодатель нужен. А так, это выдающийся, это через бизнес, такие, через инвестиции. Ну, опять, куча денег, конечно, 900 тысяч или миллион 800. Но пути есть, и, если что, пишите, вот, лезь или пишите в рубик по миграции, какие темы вам интересны, все вам расскажу. Естественно, еще семейная миграция, если у вас есть родственники, если нет, если вы влюбились, там, у вас здесь жених появился, это тоже отдельный путь, там, он, может быть, не такой затратный, но, тем не менее, там же от любви мы же не знаем, как ее получить-то так вот, вот так вот. Поэтому вот такие вот пути. Спасибо большое. Я думаю, что мы обязательно очередную сессию, то есть продолжим вот такую, скажем так, сессию, видео по рабочей миграции одно за одно. И, да, Инна как раз, наконец, она написала, они параллельно находятся в ожидании интервью по политическому убежищу и находятся в процессе ИБ-3. И она спрашивает, когда можно будет закрыть политику? То есть можно до интервью, или надо закрывать только после одобрения 485-й по ИБ-3. Когда у вас в руках грин-карта, тогда вы закрываете. Кстати, Инна, я напомню, если я не ошибаюсь, месяц назад у нас была очень интересная сессия одновременно с Лизой и также с Ириной Шабытаевой. Посмотрите на нашем YouTube-канале, мы там как раз это и обсуждали. То есть найдите минутку, посмотрите наше вот то предыдущее видео, и я думаю, вы точно услышите там ответ. Как Лиза вам уже сказала, когда грин-карта в руках? Так, еще какие-то вопросы есть? Есть какой-то вопрос, но я тоже не понимаю. Если Сейн пойдет в 22 года на собеседование по соединению с держателем грин-карта, может ли посол deny case, то есть отказать в грин-карте, потому что он уже перевалил за 21? Мы только сейчас ждем на дату интервью. С National Visa Center все закончили. Мы наконец-то... Окей, обычно, если вы успели податься, там просто... Ой, тяжело ответить. Я знаю, не любите выяснить, но попробуем ответить. Не, ну просто тяжело сказать. Я сейчас скажу, что смогу, да. Просто вы подали воссоединение до 21 года, видимо, да, или после 21. Просто если вы успели, подали до 21 и успели... Мне приходится целую теорию рассказывать, да, чтобы ответить так сложнее. Вот, если вы успели подать до 21 и все эти документы... То есть человек... Есть закон определенный, называется Child Status Protection Act, то есть закон, по которому ребенка до 21 года защищают от того, что он вырос, там, и стал более 21 года. Но там уже очень внимательно эти даты. Я надеюсь, вы ведете свое дело с адвокатом уже, который держит руку на пульсе, да, связанную с возрастом вашего ребенка. Но посол отказать, в принципе, обычно не может. Но раз вы спрашиваете, подозревая, вы что-то знаете, что вы сейчас мне не сказали, да, или менеджер будет спросить, но обычно это забивается дата, когда вы там все подавали, но отдается определенное время. Поэтому следите за этим всем процессом с вашим адвокатом, и чтобы, ну, просто из-за этих коронавируса, я там, думаю, поблажки будут. Но, в принципе, если вы вовремя все делали, подавали, то замораживается возраст ребенка, и он уже не считается там сильно старым, и считается, если я там подозреваю, да, вы подали до 21 года. Поэтому, если у вас адвоката нету, запишитесь на консультацию в офисе Лизы Саморуковой, вам посмотрят четко на все даты, и тогда дадут более точный ответ. Или, как Лиза, нам в прошлый раз не понравилось, как вы рассказывали, иногда вам приходится обучать офицеров, консулов, так что дерзайте. Спасибо вам большое за такое интересное видео. Да, смотрите, по вопросам просто вот там вдогонку, да, что 20 месяцев вы написали, то есть вы, главное, должны были вовремя успеть подать вот эти все ДИАС-форумы в посольство и так далее, вы ждете просто собеседований, то есть, в принципе, судя по всему, звучит, что у вас все окей, вы уложились в эти все сроки, там просто отчет вот этих всех дней, там месяцев и так далее, если вы успели подать за эти 20 месяцев, то это все окей. И там кто-то пишет про интервью, да, если у вас интервью на убежище произошло, пока вы в ожидании своей EP3, смотря на каком этапе вы, да, наверное, вы еще перм только ждете, раз вы, наверное, не подали на гринку. Если вы уже подали на гринку, то окей. А если вы еще не подали, и вас позвали на собеседование, и вам отказали и позначили в депортацию, вы в пролете. Еще раз, месяц назад эфир, двойной эфир с Ириной Шабытаевой и Лизой Саморуковой, и этот момент мы также там обсуждали. Посмотрите еще раз, я думаю, вы услышите ответ на свои вопросы, но для более детального анализа вашей ситуации и какой-то запасной стратегии, которая может быть вам доступна, обращайтесь в офис. Андрей, опять про 140 премиум процессы. Если работодатель получил Labor Certificate, кандидат в ожидании интервью по ПУ, подали и 140-ю, и 485-ю, подписанная 140-я не может ли влияться поводом, чтобы просрочить отсрочку интервью? Или все-таки может? Нет. Я бы на интервью, во-первых, вы уже подали на грин-карту, вам нечего бояться. Я считаю, вы уже все сроки соблюли свои. То есть у вас все должно быть окей. Если вы подали в офис, и все другое по документам совпадает, то я вообще не вижу проблемы. Вам не нужно ничего ускорять и так далее. Вы можете потратить эти деньги на ускорение, там, 1440 или 2500, как они его там обновят, но я не вижу смысла. Ну и болтается с ними. Но если она удобна, можете одобрить ее. Но просто там, когда ты ускоряешь, там запросы такие суровые, чтобы потом вы себя сами дробь не накололи лишних, да, и не усложнили это дело. Сидите с себя каминчиком. Ну, конечно, просто от того, что вас позовут, вы уже подали на грин-ку, вам нет разницы. От того, что вас позовут на собеседование, ну, пойдите, как бы, да. Ну, просто вы уже подали вовремя на грин-карту. Можно отложить, но это не будет 40-ая причина от того, что вы будете откладывать. Лучше ногу сломайте уж, раз на то пошло. Отложить надо. Спасибо большое. На этой мажорной ноте мы заканчиваем. Всем доброго дня. До свидания.